Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет, как всегда, интересное видео. В этом видео, получается, я улучшил свой бизнес, 247, Батырева, также подарил очень интересную машину одному из рыжиков, которого я нашел на шахте. Поэтому смотрите видео от начала до конца, также в конце видео будет очень интересная новость, и очень плохая новость для меня, поэтому можете ее, как бы, выслушать, послушать, но это все будет уже в следующем видосе. Если вы вдруг не подписаны на канал, то, пожалуйста, подпишитесь, потому что моя цель до конца лета добить 20 тысяч подписчиков, поэтому, кому не сложно, просто возьмите, подпишитесь на канал, я вам буду очень сильно благодарен. Также не забывайте видеть мой промокод, пишите вместе Капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервисе в Мазин Холиплей. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, короче, это уже следующий день, следующая серия, просто, ну, это происходит на следующий день, когда вы видели серию, где мне подарили там все, я снимаю уже следующую серию, и сегодня тоже будет интересная серия, в этом видео я хочу подарить, получается, восьмерку, свою вот эту-то ТРТ, три четверки, рыжику, потому что ее продавать, как бы, можно, но ее за 500 тысяч, как я ее купил, не хотят покупать. Мне предлагали за нее 200-300 тысяч, но мне за эти деньги жалко ее продавать, поэтому я решил, я лучше эту машину подарю рыжику. Мне кажется, это будет намного лучше, чем ее кому-то продать, какому-то перекупу, который ее будут потом пихать за, как бы, большие деньги. Давайте сейчас випку куплю быстренько, потому что у меня закончилась випка, поэтому надо купить. Так, где-то у нас тут випка обычно, вот, на 14 дней, все, покупаем, берем нашу восьмерочку замечательную. Честно, пацаны, я бы ее не продавал, просто мне надо место, мне реально просто надо место, чтобы купить другую машину. И желательно, я хочу найти рыжика с голосовым чатом, потому что это будет намного интереснее. Восьмерка, пацаны, вообще просто, блядь, охуденная машина, отвечаю, от Бути, блядь, покупай тачку, берите восьмерку, серьезно. Я вот с ней тросиком ее урвал, блядь, вообще, такая пушка, едет 197, разгон хороший, как бы, реально, тачка просто топчик за свои деньги. Я бы, честно, себе ее оставил, просто у меня места нету. Мне нужно магнум забрать и забрать Бугатти, а у меня уже 12 машин, а мне надо еще два слота каких-то освободить, чтобы забрать это все. Бугатти я, в принципе, потом заберу, но мне нужно забрать магнум, и мне в любом случае нужно продать вот эту машину хотя бы. Поэтому сейчас мы едем ее дарить рыжику какому-то, поедем сейчас, я не знаю даже куда, где у нас тут вообще работа есть. Можно на завод поехать, можно поехать на ферму, либо, а, фермы у нас нету, на лесорубу можно поехать. Ладно, поехали сразу, получается, тогда на завод в Арзамас, а там уже, в принципе, посмотрим. Надо сейчас заехать, еще заправить ее. Итак, давайте, пока мы заправляемся, я вам покажу карпас, возможно, кому-то это будет интересно. Так, мой ID 129, вот карпас 129, и здесь у меня есть все на ней. Получается, здесь есть стейдж 1, то есть чип есть, сигнализация, антирадар есть, стоит дополнительный баг, целостность 90, как я и говорил, госку у нее 90 тысяч. Но здесь есть номера, TRT четверки, то есть полублаты. Как бы, да, они не особо ценятся, но, как бы, я считаю то, что для вида, бля, она внешне вообще очень красиво выглядит. Вот внешне, я считаю, это вообще очень красивая машина, возможно, мы там рыжика найдем, у которого вообще машины нету, давайте зайдем, посмотрим, и на работягу какого-то найти. Москвичка, конечно, хорошо, но девяточка будет поинтереснее, кажется, да? Сейчас забежим, посмотрим, кто у нас вообще здесь есть. Кирилл, у тебя есть голосовый чат? Бля, мне бы найти какого-то рыжика с голосовым чатом. Пацаны, у кого есть голосовый чат? Походу, меня никто не слышит, да? Нет, без голосового чата они интересные, как бы, они вообще на меня внимания не обращают даже. Ладно, поехали туда на другую работу. Подъезжаем уже на ферму, я считаю, что это лучшее, точнее, на ферму, блядь, на шахту подъезжаем, я считаю, что это лучшая машина для рыжика, серьезно. Она едет очень хорошо, да, это передний привод, но за свои деньги это, блядь, охуенная машина, то есть вы покупаете ее за 90 тысяч в салоне, влажаете в нее там, ну, тысяч 150 максимум на весь тюнинг, и все, и у вас тачка реально хорошо валит. Все, давайте здесь тачку оставлю, и найдем рыжика, у которого есть голосовый чат. Блядь, у кого же здесь есть голосовый чат? Пацаны, у кого есть голосовый чат? Тебя есть? Ну, скажи что-то, надо настраивать. Так, какой у него общий уровень, 238 ID, давайте посмотрим. А у тебя есть права? Пиши в чат просто. А есть у тебя квартира, либо машина? Ну, давай я тебе подарю машину. Просто как раз мне надо тачку отдать. Нет, нет, просто, ну, я хочу подарить рыжику машину, мне надо слот освободить. Нет, ко мне Владислав первый подошел, поэтому я ему... Ну, заканчивай работу, я тебя жду на парковке. Погнали, короче, сейчас будем его ждать. Они думают, что это наебалово, но, блин, я не могу каждому машину подарить. Я бы с радостью, конечно, это сделал, но давайте лучше Владиславу подарим. Все, даем сейчас ему эту машину. Ну, реально тачка охуенная, я считаю. То есть, что, ну, блядь, мне даже жалко ее давать, потому что она у меня была где-то неделю. Я на этой тачке катался неделю, я от нее получал очень хорошие и положительные эмоции. Но, к сожалению, пришло время с ней прощаться. Возможно, я когда-то потом еще куплю себе восьмерку. Так, продажа транспорта. Так, вот ТРТ, получается, комиссия 32 тысячи. Все, я ему отдаю машину. Все, поздравляю, теперь твоя машина, катайся в свое удовольствие. Я думаю, на первое время тебе из головы хватит. Теперь, пацаны, надо улучшить бизнес. Я еду, получается, в генсандизмности. Именно здесь, вроде бы, это нужно делать. Я не помню, какие там цены. Если это очень дорого, то я не буду это делать, потому что я хочу еще лодку купить. Не знаю, какую яхту, скорее всего, это дорого сильно будет. Но купить какую-то лодочку очень нужно. Зачем, я вам потом чуть позже расскажу. Изменить название бизнеса. Сколько? 500 тысяч стоит? Это недорого, кстати. Срочная закупка. Сигнализация бесполезная, наверное, да? Скорее всего. Увеличить склад для продуктов. Так, у меня 19 тысяч, получается, склад. Я хочу 20 тысяч сделать, чтобы, ну, красивое число было. Хорошо, тогда изменить название бизнеса делаем. Так, фамили. Фамили. Давайте, Кирилл Гимн напишем. Ну, в принципе, я думаю, название нормальное. На балансе вашего бизнеса должны быть средств. Бля, деньги должны быть на бизнесе. Я, блядь, об этом не знал. Ну, сейчас, короче, где-то отвалять 3 миллиона придется на улучшение бизнеса. Ну, не 3, 2,5, короче. Ну, нормально, я думал, подороже будет. Кто не в пульсе, у меня 24 на 7 есть. Если что, давайте я вам покажу. Ну, пишем бусинес, получается. И у меня есть вот такой замечательный бизнес, который мне несет нормальную прибыль. Вот, буквально 11 часов дня сейчас. Точнее, утра. Ну, короче, вы поняли. И финка уже 200 тысяч за сегодня. Но надо продукты уже завозить. Но этим я чуть позже займусь. Все, я приехал в банк. Давайте закидываем бабки в счет бизнеса. Пополним счет бизнеса. Давайте 2 миллиона 500 тысяч закинем. Все, 2,5 я положил. Остается 8 лямов. Ну, блин, я думаю, на лодку хватит. Ну, в принципе, да. Меняем название. Смотрим бусинес. Поменялось название. Да, вот. Family Kirill Game. Бизнес у нас номер 1, если что. Ну, в принципе, нормально. Так, теперь нам нужно сделать продукты побольше, чтобы было. Так, улучшение бизнеса. Вот, продукты у нас сейчас 15 тысяч. Вот, делаем 20 тысяч. Все, 20 тысяч продуктов. У нас теперь вместимость. А, ну, нормально, в принципе, нормально. Вложились мы в 2,5. Мы потратили, короче, 2 миллиона 300 где-то. Да, 2 миллиона 300 мы где-то потратили. Как вы помните, я вам обещал рассказать, зачем мне нужна была лодка. Я не знаю, это правда будет или нет, но это просто мои предположения, потому что недавно я видел этот скриншот. И почему-то я сразу подумал, что это будет именно работа. Что было на этом скриншоте, что там было вообще сказано, написано. Получается, есть такая тема, как нефтяная вышка. Их несколько штук на Амазинге есть. И там показали вот скриншот ночью, как вышка стоит. Я так понял, это был намек на то, что будет какая-то новая работа, наверное. Либо можно будет нефть перевозить на лодках. То есть именно для этого я хотел купить личную лодку, чтобы потом испытать эту работу. Но я, пацаны, не уверен на 100% в том, что это будет работа. Возможно, это будет работа, но лодка своя не нужна будет. Можно будет либо ее арендовать, либо просто с лодкой это связано не будет. Поэтому, пацаны, это всего лишь мои догадки. Но лодки продают очень дорого. Я просто не шарю в ценах, как бы, по лодкам. Лодку самую хреновую эту продают за 15 миллионов. А лодка, которая самая большая, ее продают там за 30 миллионов. То есть их продают очень дорого уже. А когда добавят обновление, и если там нужна будет своя лодка, то эти лодки будут продавать по 50, по 100 миллионов, скорее всего. Потому что их уж не так много на серваке. И сейчас, как бы, они так ценятся. А если это будет еще и работа, связанная с лодками, то лодки будут цениться в 2 раза больше. Вот так, пацаны, это выглядит вот с неба. Вот такая вот нефтяная вышка. Вообще, что я еще думаю насчет вот этих вышек? Возможно, это будет бизнес личный, типа. Личный бизнес будет какой-то. Я не знаю, какой именно, но, блядь, я думаю, будет прикольно. Как на Ализоне, знаете? Типа, ты покупаешь бизнес, люди на тебя работают. Они закупают бочки за одну цену, а продают их в другом месте за другую цену. И за счет этого они зарабатывают. Возможно, на Мазине хотят сделать то же самое. Если они так сделают, я буду очень рад, потому что я не против, чтобы системы, допустим, Сампа добавляли в КРМП. Да, возможно, это плагиат, но это было бы круто, реально. Это было бы очень круто, если бы сделали такой бизнес. Но ГОСКа, мне кажется, такого бизнеса будет там миллионов 50, может быть, даже больше. Ну, смотри, какая еще здесь прибыль будет. И много людей вообще будет здесь работать. Если, конечно же, это будет работать такая же прибыльно, как и на Аризоне, то, скорее всего, здесь финка будет хорошая. И много людей здесь будет тоже работать, зарабатывать деньги. Но если здесь будет очень прибыльная работа, то люди не будут потом катать на дальнобойщиках, на рыбалке сидеть. Как бы тут уже, знаете, две стороны металли. Вроде бы и заебись будет, вроде бы и нет. У меня еще есть для вас очень хреновая новость. Это будет в следующем видосе, но я сейчас вам скажу вообще, что произошло. Вкратце просто скажу, а полностью подробная ситуация, разбор ситуации, видео, все это будет уже в следующей серии. Получается, как вы помните, я купил себе фулл ват номера, 3R38, но так получилось, то, что спустя сутки я их проебал. Каким образом я их проебал? Я хотел, короче, их перестать на другую машину, но что-то пошло не так, а что именно, вы узнаете в следующей серии. Я вам подробно расскажу, покажу, поэтому ждите следующую серию, в этой серии вы узнаете, как я прострал эти номера, что я делал, что я буду делать там и так далее. Поэтому следите за каналом, подписывайтесь, ставьте колокольчик.